и выходим в цепь у нас встречают подогреватель воды подогревает воду до 70 градусов но не кипятит достать и доходим Мокси подогнал машинным братьям чай так как нам чай хороший не покупают я вообще даже не знаю какой Игорь чай покупает Я, потому что не пью. На пароход какой покупали? Липтон. Липтон чай. Уже лет 20. Как хорош вкус и традиции успех. Да. Максим решил, что чай Гринсу лучше. Ну, действительно, все довольны, все ему благодарны. Ну, никто не пил. Почему не пил? Он купил уже три чая. Три чая купил. Мелодия Spring Melody. И самый букет. Конечно, я не могу обойти вниманием. Замечательный кофе. Замечательный кофе. Арабика. Самый дорогой кофе в мире. Бразильский. Очень вкусный. Помните этот аромат? Эту рекламу. Заваривали кофе. И потом этот аромат через окно. Куда-то он там проникал. И прям все бежали. Ну, на самом деле, ответил, что кофе пить его не советуют. Такой кофе, в частности, дают машины. На мостик берут кофе подороже ярко. По-дому он стоит гривен сто, наверное, банк. Она большая. Да, людям. В принципе, зачем давать нормальный кофе? Они и так пьют и кофе. Пьют кофе и курят. Зачем мы с ним? Хорошо. Это наш цепушный кондиционер. Тут нечего смотреть. Здесь мы смотрим только давление нагнетания. Ну и давление всасывания. Если давление нагнетания высокое, это значит конденсатор. Можно чистить. Все. Тут у нас находится наш ГРЩ. Панель 110. Тут идет на освещение. Кто-то вот сделал любительскую надпись, что в случае, если вы обнаружили низкую изоляцию, то необходимо по очереди отключать каждый рубильник. Ну и потом искать причину, устранять и обратно включать. Тут у нас находятся разнообразные насосы различные. Здесь больше нечего показывать. Здесь у нас панель пешков. Движок у нас берется в параде в следующем образе. Сейчас у нас работает единица. Если она нужно будет взять двойку, ее выводим на 1200. Переводим с авто в меню. Ставим секундоскоп на второй движок. Повышаем частоту. Ну и когда уже секундоскоп по часовой тверде доходит на позицию 12, берем его на шины. Повышаем нагрузку немножко, чтобы его не выбило по обратной мощности. Или... Потому что у нас недавно были есть проблемы. Пару блок-аутов случилось из-за него. Поехал электричен. Ровлин электричен разобрался и устранили эту проблему. Теперь все нормально. Дальше у нас идет панель 400. Здесь все электродвигатели. Ну бывает у нас изоляцию выпивает по духовке. Панель. Тут у нас, да, следующая панель идет на разовую систему. Карго компрессера, карго панк. Тут уже карго компрессер. Здесь у нас watch panel. Находятся манометры. Всех необходимых интересующих нас насосов. Когда мы находимся на ходовой вахте, мы его записываем. Вот. Можно для примера посмотреть журнал. У нас была недавно ходовая вахта. Вот. Тут смотрим на манометр. Смотрим на main engine тахометр. Тахометр turbocharger. Тут у нас разные температуры. Это температура выхлопных газов на главный двигатель. Вход, турбины, выход. Температура выхлопных газов первого движка, второго. Здесь у нас идет температура джекет. Воды пресные двигатели. Потом по главному двигателю. Там loop boil и прочее. Это уже два движка. Тут у нас горят лампочки, когда работает какая-либо установка. Это сепараторы, опреститель. Ну и не важно, что тут есть. Плавара. Тут у нас main engine alarms. Когда у нас главный двигатель стоит, горит восемь лампочек. Потому что низкое давление масляного насоса, топлива. Дальше у нас идет общие алармы. И танк левел. Если что-нибудь переполняется или наоборот падает уровень. Здесь у нас ход движков. Up boil low pressure. Emergency stop power speed. Hot water. И топливные протяжки. Тут, в принципе, небольшая документация. По departure, arrival, cargo pumps. Температуру запись. Free oil analysis report. Здесь у нас заявки. Requisitions. Здесь у нас массовая карта. По главному и по движкам. Overflow. Блокировку я заполняю. Это TEC 29. Для офицеров. Formalization. Когда приезжает новый офицер. Вот скоро игры станет механиком. Нужно будет заполнить листик. Что он ознакомлен с механизмами. Как ими пользоваться. Тут у нас permits. Выписываем permits на работы. Разные. Допустим. Scavenging inspection. Permit. Выписываем. Работа на высоте. Работа. Вот. Scavenging inspection. Это была работа на заводном помещении. Closet space. Также, допустим. Когда меняем какие-то розетки. Или что-либо с электричеством. Тоже выписываем. Инструкция на движок. Инструкция. Три инструкции на главный двигатель. Тут еще тоже по мелочи. Та запускают инва установку. Тоже записывают. Параметры. Это разные сигнализации. Мы проверяем постоянно. Записываем в расписываемости. Я и второй механик. Здесь calibration list. Это старая версия проверки батарей. Мы каждое воскресенье ходим с Игорем. Меряем ариометром плотность. И записываем. Сейчас уже пришла свершипс новая форма. Поэтому это уже не актуально. Ну, в принципе, Игорь и написал. Папка уже не актуальна. Не нужна. Для себя. Здесь логаут и каут. Работы. Заносим в шипшу. Распечатываем. Все, ребята. Вот такой вот небольшой экскурс. По ЦПУ. Увидимся. Долгожданный обед. Салатик. Спагетти. Рисок. Пурочка. Ряма. Супчик один. Вот уже я себе его налил. И салатик положил. Потом буду второе набрать. Ну что, сейчас 12-й час. Пора запускать сепаратор. Для того, чтобы набить дизель. Сервисный танк для движка. Первым делом мы откроем воду под клапаном. И откроем два клапана. Аппаратинг воду. Это вода. Низкого давления. Это высокого. Вот у нас тут редукционный. Тут низкое давление. Ну что. И открываем. Вот дизельки, чтобы не завоздушиваться. Потому что когда он завоздушивается. Приходится. Кручную наливать дизельку. Ну что. Теперь можно подпускать. И ждать пока у нас. Пройдет некоторое время. И сделка. Пройдет на свой нормальный уровень. Пройдет. Пока электродвигатель раскручивает сепаратор. То стрелка амбиража. Пролепится. Когда он его раскрутит окончательно. Она упадет. На вот этой отлетке. Тогда можно будет начинать. Наполнять сепаратор водой. На отстрел. Что. Электродвигатель. Расключим наш сепаратор. Теперь будем наполнять его водой на отстрел. Для этого нужно набрать. Чашу воды. Вручную. Набираем воду. Вручную. Вручную. Испускает сепаратор. Сейчас, когда я буду делать отстрел вот этим вот клапаном, пока высокое давление, то у нас белка от виража, в то время отстрел. Можешь показать. Сейчас мы будем набирать воду в стакан на гидрозатвор. Эта вода уже будет на гидрозатвор, после чего мы запустим фидер. Уже пойдет топливо непосредственно в сепаратор. Отстрел тут производится вручную. Поэтому в сепараторе нужно делать отстрел вручную каждый час. У нас, в принципе, работает сегодня. Все, нажимаем фидер кнопки. И смотрим на манометр топлива. Все, дизелька пошла, можно увидеть в этом стекле. Если вдруг сепаратор завоздушился, здесь ничего не будет прозвучить. Поэтому нужно будет выбирать. Отдельно дизельку выкручивает, эту пробку сюда наливать, чтобы прошел проток. И то, сепаратор запущен. Здесь находится «Смок Энерия» на нашем судне. Отличный телевизор, на котором смотрят все сериалы, там клипы какие-то. Это с удовольствием китисты. На него все моряки закидывают. У нас на ерунду. Все такое обмен. Есть кто-то закинул, кто-то из-за, вот еще и перекинул. Основной народ, который курит, сидит здесь и смотрит телевизор. Вон еще есть также кофемашина для любителей кофе. Не знаю, ее нормально кофе. Да, не плохое. Потому что я пил один властную. Что еще есть? Из интересного есть безопасная бедница. Соснай-таки, наконец-то, немножко не крутится, но здорово. Продушевая. Ну, все. В принципе, здесь больше ничего. Это общая душевая для офицеров. Здесь находятся три таких. Типа кабинки. Ну, в принципе, все. Поначалу чувствую себя как-то не очень комфортно, потому что ты был со службами. Вместе душ придем. Поэтому он со временем привык. Ты же привык, Игорь. Ну, конечно. Игорь сразу привык. Ну, бывает, даже может руку засыпать. Я люблю, конечно, внимание, но не мужское. И, конечно, у нас находилась уборная комната для офицеров. Также три кабинки. Все по три. И вот утром вы проснулись, идете первое дело сюда, и с кем-то вдвоем тоже здесь. Можно услышать другую очередь. И кто громче? Кто громче? Можно услышать другую очередь. Больше не тревелся. Также, кстати, по сливу можно определить, забит ли у нас фильтр сервисного насоса. Если вода плохо сливается, значит, ребята, в общем, мы его чистили. Ну, продемонстрируй, пожалуйста. Сегодня мы, кстати, чистили ракингстон от нищевой бортовой и также все фильтры на движковый насос, на сервисный насос и на Майн Энджелес. Сливаться должно быть хорошо. Сливаться должно пусто. Смотрите, как наши товарищи убивают каждое утро. Еще у нас есть такая надпись интересная. Да, с недавних пор кто-то решил, что за собой не надо смывать, оставлял такие здоровые котихи, как ушонки. Поэтому ребята на мосту были вынуждены написать «Сейчас мы будем заходить к Игорю в кабину». Вот его номер один вольтер. Заняна. О, вот этот человек. Посмотрим, как же он живет. Ой, какой ужас. Ты меня застал располком. Ты меня просто застал располком. Я только застал с кровати в комбезе. Ну как же так можно жить? Смотрите, какие он рисунки замечательные рисуют. Вот его семья. А, ну вот, это про того человека я и говорил. Ну, в принципе, он не одинок в своих убеждениях. Вот набрал кучу литературы, так ни разу за полгода ничего и не прочитал. Вот так вот живет. Главное, что оно есть. Почему так ужасно все выглядело? Ну, потому что жизнь на пароходе очень тяжелая. Не успеваешь все убрать. Главное, что в ЦПО все было красиво. Может, помадрение все работало. Хорошо. А тебе скажи, пожалуйста, я к тебе как-то недавно заходил, и у тебя тут были написаны замечательные слова. Ты учил английский язык, поэтому себе наклеил вот такую... Я вот сделал все доску, как в школе. И все думаю, что буду решать здесь уравнение, которое дает нам старший механик. Но что-то, как обычно, у меня ничего не решает. На самом деле, Игорь собрался учить английский язык, и у него было написано тут... Какие слова? У него было написано «good mood» и перевод «хорошее настроение», а внизу «holiday». «good holiday mood». За полгода он выучил три слова. Хорошее праздничное настроение. Если кто не знает... Какое у тебя сейчас настроение? Великолепное. Год мод. Сейчас уже, Игорь, просто год мод. Закончилось с 8 до 12. Чем ты будешь сейчас заниматься? Ну, я сейчас думаю, продолжу то, что я начал ночью. Ну, вернее, спать. Как, Игорь, объяснили, можно спать вот в таком кошмаре? У тебя вообще девушка любит твой порядок? Это называется уют. У каждого свой порядок. Для меня вот это вот, это очень... Ну, хорошо, Игорь, все, приятно было тебя увидеть. Все, счастливо. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok